2024 объявлен годом качества. Соответствующий указ подписан президентом. Глобальный посыл – дальнейшее улучшение благосостояния белорусов. В стране продолжат стимулировать инициативу на местах развивать высокотехнологичные энергоемкие проекты. Но акцент сделают в первую очередь на качество. Это залог нашей конкурентоспособности на международной арене. С чем у иностранцев ассоциируется бренд «Сделано в Беларуси»? И всегда ли получается делать на совесть? И как не остаться на обочине рынка? Илона Волынец искала ответы. Более 90 лет историю северного шелка нитка за ниткой сплетают на Оршанском льнокомбинате. Текстильный гигант – самый крупный в Восточной Европе производитель тканей. И сегодня в авангарде модных тенденций. Не исчез с текстильной карты мира, потому что по поручению главы государства предприятия масштабно обновили. Новые станки, новые технологии. Даже короткое льноволокно здесь превращают в золотое руно. Это большие возможности у ткацких станков. Дают большой диапазон в изготовлении тканей, переплетении рисунков, цветовой гаммы. Нам позволяется сейчас решать очень много вопросов, чтобы удовлетворить покупателя. Продажи в 43 государства. 70% экспорта – это страны Европы. Качество Оршанского льна знают и ценят. Поэтому даже дружба врозь не заставила отказаться от красивых и экологичных тканей. А еще в этих метрах много души. Ведь на комбинате работают семьями. Елена Лепешинская льно отдала 40 лет. До этого здесь работала мама, сегодня муж, сын, невестка. Говорит, за общий результат не стыдно. Я прихожу на работу, мне должно все крутиться, вертеться. Все должно чисто, чтобы аккуратно было, чтобы рака не было. Я стараюсь, и все наши люди стараются. Отечественный аутфит и не обязательно льняной с удовольствием примеряют и за несколько тысяч километров. К примеру, министр внешнеэкономических связей Башкортостана уже не представляет свой гардероб без белорусских костюмов. Мы с удовольствием носим костюмы Коминтерн, потому что они очень красивые, прежде всего, что важно женщине любой. Во-вторых, у них приемлемая цена и, конечно, очень хорошее качество. Качество – это наш бренд. Вкусно, натурально, полезно. И это не просто красивые слова на этикетке. Содержимое соответствует. Может, поэтому к белорусскому фермеру выстраиваются очереди. Обязательно сало. Сало, грудинка свиная, соленая. Ну, вообще обалденная, просто тает. Мы стараемся позиционировать то, что это строгие советские госты, которых уже в Российской Федерации нет. Это качество, проверенное временем. Я очень рада, что у нас в Уфе открылся такой магазин. Однозначно из моих фаворитов – это сыры. В Беларуси действительно много продукции, которая ассоциируется со знаком качества. Но речь не только о выпускаемых товарах. Останавливаться нельзя, иначе останемся на обочине мирового рынка. Не зря следующий год в стране объявлен годом качества. Такое предложение в сентябре озвучил президент во время рабочей поездки в Могилевскую область. Качество – важнейший вопрос. Я вот думал, будущий год, что, как. Надо нам будущий год объявлять годом качества. Все у нас хорошо. И объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество или еще раз качество. И за это отвечать надо. Наши основные торговые партнеры – Россия, страны ЕАЭС и СНГ. Расширяем свое присутствие на рынках Азии, Африки, Америки и Океании. В планах стать еще ближе к странам дальней дуги. А чтобы конкурировать, нужно быть на шаг впереди. Кто бы мог подумать, что, к примеру, в далекой Карелии белорусский Харверстер заменит финскую технику. Лишь на первый взгляд кажется, что уход западных брендов расчистил путь. Остановиться в развитии сегодня – значит потерять рынок уже завтра. Здесь очень важно, где мы будем в этот момент. То есть, какими мы будем. Наша задача – максимально повысить качество своего продукта, его эффективность, качество сервисной службы. И тогда мы не будем бояться возвращения конкурентов. Беларусь сохранила лучшие традиции стандартизации. В стране почти 2,5 тысячи аккредитованных органов по оценке соответствия. База госстандартов насчитывает свыше 30 тысяч документов. Согласитесь, качество – понятие относительное. И не всегда его можно измерить. Но всегда чувствуешь, когда что-то сделано на совесть. Может, к этому всем нам и стоит стремиться. Илона Волнец, Ольга Масловская, Дмитрий Чумак, Михаил Христофоров, АТН.